Привычка все-таки это... А сейчас, секундочку, как в театре говорят. Наши артисты уже выключили телефоны. Сейчас, а еще не выключат. Говорится, я снова здравствуйте. Очень рад вас всех здесь видеть. Всегда рад. Сегодня, в общем, церковный праздник. Поэтому я не знаю, как с ним вроде как-то не принято поздравлять. Поэтому у нас сегодня просто весенний концерт. Я когда, кстати, его назначал, не знал, что это такая дата. Возможно, я бы скорректировал. Ну, это так, технический момент. У нас сегодня концерт будет более... Больше упор будет на лирику, наверное, да? Вот. А начнем традиционно, я говорю, чтобы не забыть спеть эту песню. Поскольку все мои концерты называются либо «Красивая работа», либо «Поэзия полета». А вот сегодня у нас «Поэзия полета». Мы с этой песни начнем. Пусть говорят, профессия опасна и лучше тем, кто ходит по земле. А я люблю смотреть, смотреть, как звезды гаснут, на самолетном стынущем крыле. За горизонт лечу встречать рассветы, любуюсь вновь за облачной зарей. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. А небо дарит яркие мгновения, и для того на свете стоит жить, Чтоб вновь преодолеть земное притяжение и снова радость звезда ощутить. За горизонт лечу встречать рассветы, любуюсь вновь за облачной зарей. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. Мой трупорой блеснет рассинкой пота, там, где свинцово дышат облака. И все ж моя поэзия, поэзия полета, и каждый выглядит новая строка. За горизонт лечу встречать рассветы, любуюсь вновь за облачной зарей. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. Я всегда в самом начале волнуюсь, и ошибаюсь, и не всегда успеваю рассказать то, что приготовил из комментариев в начале. Поэтому я сейчас после песни скажу, что песня написана, одна из самых первых курсантских песен, написана на слова Маргариты Энгель. И девочке было 18 лет тогда, она готовилась поступать в Рижский институт гражданской авиации. И когда эти стихи я у нее увидел, они как-то сразу раз спелись. Но там было два куплета, первый и третий по песне. Я так подумал, что слов, наверное, маловато, и второй куплет уже от себя досочинял. Получилась такая вещь, которая как-то сразу с первых дней как стала, нравится людям и до сих пор не проходит. Я еще хочу сказать, что те, кто часто бывает на моих концертах, вот таких людей достаточно много, наверное, обратили внимание, что я выступаю практически всегда в одной и той же рубашке. И у некоторых может возникнуть впечатление, что у меня вообще, в принципе, всего одна рубашка. На самом деле, объясню, Юра, который идет видеосъемку, сказал, что это у меня не рубашка, а настройочная таблица. Потому что по ней очень хорошо настраиваются, и по его просьбе я вот всегда в ней выступаю. Рубашка у меня есть, все нормально. Вот. Ну и, как я сказал, значит, у нас будет акцент на месяц, апрель, на весну. Вот сейчас прочитаю другой комнат, чтобы не забыть. Следующая песня называется «Сонет». Мне когда-то давно в училище пропала книга со стихами, вот которая, одно из них было, так и называлось «Сонет». Ну, «Сонет» — это форма стихотоложения. Я прочитал в интернете, что это, значит, тихотворение, состоящее из 14 стихов, построенных особым образом. Ну, в общем, там, в общем, целая статья, я не могу ее все пересказать. Я просто из этого большого стихотворения выбрал четверостишие или двустишие, которые мне наиболее понравились, больше всего составил их вместе, и получилась вот такая вот весенняя песня. Мне жизнь моя напоминает круг. Мне кажется, что я иду по кругу. Весна сменила пору зимних в юг, И мы опять глядим в глаза друг к другу, И делается сразу сердце стук прерывистей. Скорее дай мне руку, Мы пережили долгую разлуку. Но разве жизнь? Но разве жизнь? Но разве жизнь? Возможно, без разлук хочу, Чтоб наша встреча сначала к концу Всегда сопутствует начало. И снова ничего не решено, А может быть, так проще нам обоим, Мы так давно не видели с тобою, Что все слова напрасны все равно. Мне жизнь моя напоминает круг. И счастье, даже счастье повторимо. Опять мы разомкнуть не можем рук, И значит, я любим и ты любима. Мой тайный друг, мой самый нежный друг, Любовь, кольцо, благословенный круг. Я все такой, каким являлся прежде Весь путь мой от отчаяния к надежде. Хочу, чтоб наша встреча сначала к концу Всегда сопутствует начало. Спасибо. А я хочу еще добавить, что те, кто пришли послушать авиационные песни, И испугался, что я сегодня буду петь лирику, Авиационных песен петь не буду. Нет, все будет нормально, И про самолеты тоже попою. Нет, вот люди скажут, Мы-то пришли про самолеты послушать, А мы что-то не по теме. У нас 12 апреля вся страна, как всегда, Отмечала Всемирный день авиации и космонавтики. Ну, космонавтики с нами было. Поэтому у меня следующим номером запланирована песня «Гимн советских космонавтов», заправленная в планшеты. «Если вы мне будете помогать, я буду совсем не против». Но я прочитал тоже в интернете. Я помню, что когда-то, я еще был совсем маленький, У нас дома был патефон, И была вот эта вот пластинка, Грамм-пластинка, бьющаяся на 78 оборотов. Я слышал, там, значит, Владимир Трошин пел. «Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом». А в более поздних вариантов везде. «Давайте-ка, ребята, споемте перед стартом». Ну, я, значит, в интернет собрался, читаю. На самом деле было так. Не знаю, насколько это правда. Написано по данным журнала радио советского в то время. Значит, песня была написана в конце, в декабре 60-го года, Вот, к полету первого человека в космос. К первому полету человека в космос. Ну, он откладывался, и поэтому, значит, исполнение песни тоже откладывалось. Автор слов, кстати, Владимир Войнович, Музыка Аскара Фельдсмана, А записал ее Владимир Трошин. Вот, и ждали. А потом, если верить журналу, случилось ЧП, Как там написано, космонавты курили на стартовой площадке, Случился пожар. Вот, и там еще, значит, было отложено зароск космического корабля. Ну, и вот, я думал, что это Минздрав предупредил, Что не надо так петь. А, кажется, вот, было связано с таким событием, Если вот верить интернету, И исправили на «Давайте-ка, ребят, споемте перед стартом». Ну, попробуем, да? Заправлены планшеты, космические карты, И штурман уточняет в последний раз маршрут. Давайте, давайте-ка, ребята, Закурим перед стартом, У нас еще в запасе 14 минут. Я верю, друзья, караваны, ракет, Помчат нас вперед от звезды до звезды, На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы. Когда-нибудь с годами Припомним мы с друзьями, Как звездными полями Как звездными полями Вели мы первый путь, Как первыми сумели Достичь заветной цели И на родную землю Со стороны взглянуть. Я верю, друзья, караваны, ракет, Помчат нас вперед от звезды до звезды, На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы. Нас ожидают где-то далекие планеты, Холодные планеты, безмолвные поля, Но ни одна планета Не ждет нас так, как эта Планета дорогая По имени Земля. Я верю, друзья, Караваны, ракет, Помчат нас вперед от звезды до звезды, На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы. Спасибо большое за помощь. Меня извиняюсь за свои ошибки, хотя вроде дома все отрепетировал несколько раз, все много даже, и не ошибался, но что-то волнуюсь. Все отлично. Спасибо. Все отлично. И следующая песня на тему космонавтики, это одна из моих самых, при самых первых песен. Я еще учился в школе, я еще не умел играть на гитаре. Вот мне, значит, я прочитал рассказ Михаила Михеева, научно-фантастический рассказ, который ждет. Он даже не про космонавтов, он про планетолетчиков. Начинается с словами, что Земля отмечала праздник планетолетчиков. Ну и про любовь. И в эпиграфах к этому рассказу стихи из поэмы Евгения Лучковского про любовь. И вот я просто их тоже составил, один за другим. И получилась такая вот научно-космическая песня про любовь. А потом я уже когда научился играть на гитаре, я уже спел ее с аккомпанементом. В белом небе возникнет стремительный след, Будет спуск пролетать по спиралям крутым. Я вернусь постаревшим на тысячу лет, Но таким же, как прежде, почти молодым. Я вернусь, я вернусь, я вернусь постаревшим на тысячу лет, но таким же, как прежде, почти молодым. Он ушел туда в синего, в небо венчаны тополя. По антеннам струится топ, вслед бежит по орбите Земля, словно хочет позвать сына. Возвращается человек, Пыль на нем неземных дорог, Человек задумчив, как снег, И как смерть любимый жесток. Человек, 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 Задумчив, как снег, и как смерть любимый жесток. У него не дрожит рука, И спокойный бровей разлет. Он пришел к ней через века, И опять на века уйдет. Он пришел, он пришел, Он пришел к ней через века, И опять на века уйдет. В белом небе растает стремительный след, Будет спуск пролетать по спиралям крутым. Это мир постареет на тысячу лет, Это я остаюсь навсегда молодым. Это мир, это мир, Это мир постареет на тысячу лет, Это я остаюсь навсегда молодым. Павла Романовича Сверзлова или Паша Техника. Он не раз бывал в этом зале. Но я эту песню написал к его 50-летию, Нынче мы уже в 54 исполнилось. Но это тоже не так уж много. А песня своей актуальности не теряет. На 28 паровую нам разрешен заход, Нас вновь встречает Пулково, Родной аэропорт. А Павел Романович техник наш В кабине задремал, Дневную смену отпахал, И с нами ночь летал. Зовут все грустным осликом, Шутя наш самолет, И он порой капризные сюрпризы удаёт. Но Паша Техник за простяк Найдёт причина в чём, И быстро сможет сделать так, Чтоб стало всё путём. Паша, Паша, клубица дым, Экипажу спокойно с ним. Паша рядом и в добрый час, И в порядке всегда матчасть. Влюблён он в авиацию, Как в девушку-пацан, На Яке 18-м летать умеет сам. И всё за что б не взялся, Он исполнит по уму, В гостиницах и в Пулково, На Кубе и в Крыму. Паша, Паша, клубица дым, Всем, кто рядом, Спокойно с ним. Паша рядом и в добрый час, И всё в порядке всегда у нас. Зарулин на стоянку мы сдадим наш самолёт, И повезёт домой его УАЗик Патриот. Там ждут жена любимая И ты им каверный код. На 28 правую нам разрешён заход. Годы птицы летят, летят, Недавно было тридцать, А вот уж пятьдесят. Годы мчатся, но это ничего, Ведь если разобраться, То пятьдесят всего, А Паша, Паша, клубица дым, Экипажем, спокойно с ним. Паша рядом и в добрый час, И всё в порядке всегда у нас. Спасибо! Про Пашу-то можно рассказывать... Концерта не хватит? Ну просто я забыл сказать, что отличительные черты человека — это надежность невероятная, трудоспособность и аналитический ум. И еще... Потом вспомню, да скажу. У нас месяц апрель-март еще для меня связан с таким событием, как зимняя рыбалка. Она, на самом деле, конечно, в весенний период такая, имеется в виду подлетный лоб. Вообще, есть люди, которые этим делом? Александр знает. Еще кто-то есть, нет? Только не зима. Вот. Ну, значит, вот для тех, кто не в курсе, я поясню, что рыбалка — это зараза. Если заразился, то извлечиться очень тяжело. И это страсть, это такое дело. Вот один раз попал на хорошую рыбалку, и потом после этого может там много раз попадать, что у тебя просто будет ни одной рыбки. Ну, ты собираешься в любую погоду, там холодно, где-то там от других дел отрываешь время, идешь, пулишь, сидишь, ждешь, играешь. Сейчас в интернете есть специальные сайты рыбацкие, ну, и там я иногда читаю, что вот исходил там 15-20 километров, набурил там 40 лунок, вот, рыбу не поймал, но надышался воздухом, насмотрелся на природу, получил удовольствие. Полное вранье. Вот. Скажу честно, что удовольствие от рыбалки прямо пропорционально количеству выловленной рыбы. Вот. Ну, для настроения бывает, но дело в том, что вот раньше, когда ездили на электричке, это можно было. А сейчас в основном все едут на машине, поэтому, если кто-то там не за рулем может себе позволить, ну, это, как говорится, удовольствие перебивает. Главное, удовольствие на рыбалке не оттолкнули. Вот. И, я понимаю, и вот когда такие моменты бывают, особенно вокруг все ловят, а ты сидишь, смотришь, ты смотришь, какая у них снасть, ты смотришь, какая у них игра, ты смотришь, что они там ловят одну за одну, а ты сидишь и как будто бы на них в телевизор смотришь. Вот. Море отрицательных эмоций, готов всех убить, но зато, когда наоборот, когда ты ловишь, а вокруг тебя все ходят, это такой кайф. Вот. Ну, возможно, да. Сейчас даже народ сейчас уже все прячутся по палаткам, чтобы никто не видел, там клюет у него или не клюет. А народ же тоже не дурак, смотришь, что если палатки там несколько часов стоят, на одном же месте никуда перемещается, подгребают рядышком, а в горе лица рыб разбегаются. Интересное такое мероприятие. Вот, а песня была написана еще когда машин не было, еще было такое время, да, когда машина была не средством передвижения, а роскоши, была далеко не у всех, а на рыбалку ездили, на электричке, на автобусе, потом еще пешком бывает, когда час, когда и полтора. Вот. Песня из тех времен. Мы встали за темно, и с первой электричкой сюда доехали, пешком пройти чуть-чуть в открытку. Но берегись теперь, и окунь, и платвичка, мы собираемся неплохо отдохнуть, в порядке с Настей все, и мотыль свеженькой, а и до чего над лункой славно, и уже во власти страсти мы, и чувства нежные, я замечаю, как рождаются у души. Кто хоть однажды испытал, как дрогнет сердце, когда над лункой изогнется вдруг его, кто-то отыскать уже навряд ли сможет средство, что от рыбалки сможет вылечить его. В порядке с Настей все, и мотыль свеженькой, а и до чего над лункой славно, и уже во власти страсти мы, и чувства нежные, я замечаю, как рождаются в душе. Какой был день, какое солнышко светило, и песня жаворонка в синеве лилась, мы привезли с собой, и нам вполне хватило, чтоб все нормально было, чтоб все было в мазь. Мы получили удовольствия немало, и отдохнули исключительно душой, и если бы рыба хоть маленечко клевала, то это было просто слишком хорошо. В порядке с Настей все были, и мотыль свеженькой, а и до чего над лункой славно, и уже во власти страсти мы, и чувства нежные, я замечаю, как рождаются в душе. Во власти страсти мы, и чувства нежные, я замечаю, как рождаются в душе. Я замечаю, как рождаются в душе. Спасибо. Ничего, я никого не сагитировал, никто. На следующий вид, сейчас уже поздно, сейчас уже... Получите удовольствие. Ну да, и на Пскому водохранилищу тоже рыбачу. И вот как раз, когда я еще на электричке ехал с рыбалки один раз, а вот она не только вот, рыбалка делала такое интересное, оно еще и полезное. По дороге с рыбалки я в разное время сочинил две песни. Ну вернее, заканчивал-то их уже дома, а вот идея именно возникла, когда я первый раз ехал на рыбалке, с рыбалки на электричке, у меня вот эта вот строчка в голове появилась. Кто позвал тебя за горизонт? Антон, эту песню называю романсом на производственную тему. Красивая работа. зажига будет раусь на природу. Музыка Кто позвал тебя за горизонт? Кто тебе сказал, что тебе всё надо? Никакой бесспорный был резонт Рваться в небеса через все преграды Просто даже в слове высота Слышится романтика полёта Самая красивая работа Связана с желанием летать Оглянись назад без суеты Вряд ли сможешь ты сам себе ответить строго Кто из вас дорогу выбрал ты Или же тебя выбрала дорога Вечно в этом слове высота Будет неразгаданное что-то Самая красивая работа Связана с желанием летать Связана с желанием летать Вечная в этом слове высота Будет недосказанное что-то Самая красивая работа Связана с желанием летать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Если б ты не была моей женой Если б не был я твоим мужем Как страдал бы я, боже мой От того, что тебе не нужен Я не мог бы ни спать, ни есть Голова забита тобою Счастлив от того, что ты есть И несчастен тем, что ты не со мною И месяц апрель не пел бы капелью И только метель, ну что ты будешь делать с этой метелью? Я бы к тебе подойти Не решился бы ни справа, ни слева Кто я, заврядный тип А ты роскошна, как королева То, что ты предо мной В самом деле похоже на чудо Ты посуду помой А я пока воспевать тебя буду И с неба звездой я пообещаю И все, что смогу и найду Я тебе одной всегда посвящаю Спасибо И все, что смогу и найду Я тебе одной всегда посвящаю Спасибо Это по мотиву мультфильма, помните, да? Дорогая, я поведу тебя на край вселенной Я подарю тебе эту звезду Следующая песня для меня тоже Такая весенняя По настроению просто Просто там нигде вроде не потребляется Никаких названий месяцев Но тем не менее Здравствуй, друг ты мой потертый До 154-й Наши встречи рад я, как всегда Как здоровье, состояние По полетному заданию Нам сегодня рейс на Краснодар Обойду не торопливо Осмотрю не суетливо Фюзеляж и крылья и шасси Все в порядке, все здоровы И хоть ты, как я, не новый Но готов лететь и полон сил Все в порядке, все здоровы И хоть ты, как я, не новый Но готов лететь, готов и полон сил Мы с тобой во многом схожи Да и судьбы наши тоже Облака, приборы, привода С одного того же года Я с август из завода Помнишь, как блестели мы тогда За одного с тобой мы года Я с август из завода Помнишь, как блестело все у нас тогда Мы немало полетали И немного подустали И тут лоск уже не возвратить И как жаль, какое гадство Что года моего богатства Не продать нельзя, не раздарить И как жаль, какое гадство Что года моего богатства Не продать его нельзя, не раздарить Рано на покой стремиться Порох есть, как говорится Но запал, увы, уже не тот И красотку, проводницу Ту, что в дочке мне годится Отвезет домой второй пилот И красотку, проводницу Ту, что в дочке мне годится Отвезет домой второй пилот А мы сейчас с тобой взовьемся И сквозь облачность пробьемся И ударит солнце свет в стекло И как в первый раз когда-то Вновь поймем с судьбой крылатой Нам с тобой в жизни повезло И как в первый раз когда-то Вновь поймем с судьбой крылатой Нам с тобой в жизни повезло Спасибо 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 Я думал это не столько мне Несколько самолетов Ту-154. Следующая песня. Я тоже, не знаю, может даже один раз где-нибудь исполнял, а может даже нет, тоже из старых альбомов. Когда-то давным-давно, когда моему старшему сыну было два года, два с половиной, мы первый раз поехали отдыхать в Анапу с семьей. Ну и значит, у меня выпуска там оставалась всего неделя, мы там неделю поотдыхали, а потом с семьей осталось отдыхать дальше, я вернулся, потому что мне нужно было на работу выходить. И вот, вы знаете, вы помните, да, что когда-то ведь не было сотовых телефонов. Сейчас вот трудно представить, но их когда-то не было. Поэтому для того, чтобы связаться, надо было или телеграмму давать, или поговорить на этот самый, на телеграф идти там, час ждать, потом не всегда тот, кого ты вызываешь, приходи. А у меня чувство, скажем так, повышенной тревожности всю жизнь за своих родных и близких. И поэтому я когда из дома, вот долго они мне ничего ничего не сообщали, я вот опять же шел на телеграф, заказывал переговоры, ждал, а потом, значит, они не пришли, я думаю, ну это же море там, а вдруг утонули. Ну и, короче, да, вот. А чем от грустно? Вот. Не, ну слава богу, нет, если бы, не дай бог, так грустно закончилось, я бы ничего не рассказывал. Не просто украшиваю. Хэппи-энд, слава богу. Все нормально было, вот песня вот тогда появилась. В далеком городе Анабе Под солнцем южным загорая Вы не скучаете о бабе Сам чем его не вспоминая А я голодный, холодный И до противного свободный Брожу один, как пес безродный И только думаю о вам На Черноморском побережье С чужими дядями гуляем Вы веселы и безмятежны А я тоскую и страдаю Я сам стираю, убираю И, между прочим, не гуляю И лишь о вам переживаю Но вам на это наплевать Вы мне не жлете телеграммы И телефон молчит, хоть трясни У вас нет совести, не грамма У вас другие интересы А я уже игру метаю И что подумать, я не знаю И умоляю, заклинаю Но позвони мне, позвони Спасибо Спасибо Ну и еще одна песня Не на авиационную тему Называется она «Сын пенсионера» Я сочинил, когда сам стал пенсионером 41 год Там в пенсионном у меня написано «По старости» Я так резко почувствовал себя старым И песня от имени моих детей, вернее моего сына Они не того, что я пою про своего отца Вчера отец пришел домой В рубахе белой препарате Какой-то папа не такой Решили мы на папу глядя Какой-то папа не такой Решили мы на папу глядя Сказал он матери, накрой Настолчик, ушко или больше У нас сегодня день такой И важным стал, как Ленин в Польше Меня за ухо потрепал И дал полтинник на подстрижку И из кармана вдруг достал Такую синенькую книжку И перед носом помахал Такую синенькую книжку Волнение он скрывал, как мог Волнение он скрывал, как мог И потому и кал без меры Потом сказал, гордись, сынок Теперь ты сын пенсионера Вчера отец пришел домой В рубахе белой препарате Какой-то папа не такой Решили мы на папу глядя Какой-то папа не такой Решили мы на папу глядя Спасибо Расписание по ушам Ну да Согласен Следующая песня Самая моя новая песня на сегодняшний день Я в прошлый раз в этом зале Это была премьера Песню я рассказывал, что когда я смотрел По интернету клип на свою песню Про то, что не бывает некрасивых самолетов А клип сделал кто-то другой И там неизвестный человек И там просто сняты самолет Которые взлетают и садятся И вот я когда его смотрел У меня в голове возникла Вот эта мысль Какая красота, какая грация Песня появилась очень быстро И она как раз угадала К 90-летию гражданской авиации Не гражданской авиации Именно А, ну да, гражданской авиации К бывшему дню аэрофлота Ты посмотри, мой друг, какая красота Какая грация Какие формы и изгибы Просто глаз не оторвать И не случайно столько песен и стихов Об авиации Все потому, что невозможно красоту Не воспевать Совсем недаром Столько песен и стихов Об авиации Да потому, что невозможно красоту Не воспевать И даже слово Авиация Совсем Не даром Рода женского И рождена она Затем, чтобы восхищать И покорять И испытать Любовь масштаба Если можно так сказать Вселенского И поклонение Конечно Если только можно так сказать И нам когда-то повезло Попасть в ее Поклонники Служители И ею жить И все приказы И капризы Выполнять И даже тот, кто отлетал Уже свое Остался небожителем Да потому, что невозможно Просто быть им Перестать Нас от других Совсем нетрудно Отличить И это здорово Как говорил Давно мой друг Кто не любил Тот не поймет Мы будем Просто обо всем Забыв стоять Задравши головы Когда увидим Как взлетает Иль садист Самолет Мы будем Просто обо всем Забыв стоять Задравши головы Когда увидим Как над нами Пролетает Самолет Ты посмотри Мой друг Какая красота Какая мощь И грация Какие формы И изгибы Просто глаз Не отвести И не случайно Столько песен И стихов Об авиации А если слишком Много громких слов То ты Меня прости И не случайно Столько песен И стихов Об авиации А если слишком Много громких слов То ты Меня прости Спасибо 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 Субтитры делал DimaTorzok Про казарму я хочу спеть У нас был такой интересный момент Когда-то нас решили переселить в казарму У нас было нормальное общежитие с кубриками На каждый кубрик свои умывальники Все было очень хорошо и удобно Это вершина военной мысли наших офицеров Я не знаю, кто там был самый главный Все стены сломали, все кубрики убрали Сделали две казармы В конце умывальники Так что надо в очередь стоять Самое главное, что все видно И самое главное, что нас туда Переселили нас туда в выпускной курс Это был такой акт Отомщения за неповиновение Был такой момент, за который зонтолиты получили Позагревку, а нас за это объявили на разводе Почетное право первыми заселиться в казарму Шестая рода Вот так мы туда и попали Песня написана на мелодию Розенбаума То есть она совершенно чисто цельно тянута Я даже не претендую на какое-то свое Ну, тогда вот в этот период Вот эти песни Розенбаумовские, Одесские Они были очень популярны Ну и просто она как-то тоже появилась Не задумывалась Я не думал, что когда-то это будет на концертах звучать И просто воспоминания о курсантской молодости Вопрос о дисциплине Очень важный вопрос У нас ее заметно не хватает Сейчас за это дело Кто-то взялся всерьез И нас в казармы переселяют Сейчас за это дело Кто-то взялся всерьез И нас в казармы переселяют И нам о дисциплине неустанно твердят Вояки на разводах и собраниях Они от нас давно уже добиться хотят Самосознание через наказание Они от нас давно уже добиться хотят Самосознание через наказание Все началось с того, что соорудили забор Пускай ему дисциплину укрепляет И бедному курсанту нет покоя С тех пор то отчисляют То что-то объявляют С тех пор нововведений было не сосчитать Во вкус вошли к различным переменам В такой азарт вошли, что стали стены ломать Ломают стены, их мать, ломают стены В такой азарт вошли, что стали стены ломать Ломают стены, ломают стены И вот оно общественного типа жилье Здесь есть где отдохнуть, где порезвиться Здесь сразу стало нашим все, что было мое И от начальства никуда не скрыться Здесь сразу стало нашим все, что было мое И от начальства никуда не скрыться Казарму Паш Кожилин как-то раз посетил И так доволен был, что жил бы сам там Ходил, вздыхал и даже чуть слезу не пустил Какая прелесть, говорит, все здесь для курсанта Ходил, вздыхал и даже чуть слезу не пустил Какая прелесть, все здесь для курсанта Но мы не перестали в самоволки ходить Без нас кому-то ночью одиноко Нельзя курсанту запретить ни жить, ни любить Бесчеловечно это и жестоко Вопрос о дисциплине здесь решают давно Но воз и ныне там, как говорится Курсанты пили, пьют и будут пить все равно Куда б нам не пришлось переселиться Вопрос о дисциплине очень трудно решить Не взяв в расчет простейшего момента Нельзя людьми живыми чутко руководить Лишь по руководящим документам Пусть про курсанта говорят, куда ни целуй Везде одно загадочное место Но ты в мои условия себя нарисуй И мы тогда посмотрим, какими станут песни Но ты в мои условия себя нарисуй И мы тогда посмотрим, какими станут песни Спасибо Я вот уже гораздо старше тех офицеров Многих, которые все это дело придумали И до сих пор восхищаюсь идиотизмом этого решения Не выкладываемся Еще одна весенняя песня Не ревнуй, жена, меня опять Отпусти немного погулять Я не заблужусь И не простужусь И к утру опять К тебе вернусь Я не заблужусь И не простужусь И к утру опять К тебе вернусь Ты же видишь, дома Я сижу, никуда без спросу не хожу, Чтоб не заскучать и не захворать, Отпусти немного погулять. Если хочешь честью, поклянусь, Ну, падла буду, я к утру вернусь. И всегда одна, только ты одна, Будешь мне по-прежнему нужна. И всегда одна, только ты одна, Будешь мне по-прежнему нужна. Не ревнуй, жена, меня опять, Отпусти немного погулять. Говоришь самой, скучно быть одной. Ну, что бы делать? Ну, пошли со мной. Да, женщинам этот вариант очень нравится. Это женская зонидарность. Спасибо. Следующая песня про... Не про кузнечика, скажем так. Не тот, конечно, воск и кузнечик, И мелкие отличия не в счет. И все-таки зелененький, Совсем как огуречек, Большой такой зеленый самолет. Но все-таки зелененький, Совсем как огуречек, Большой такой зеленый самолет. А я на днем летаю капитаном, И сразу ясно всем, что мне везет. Мне везет и возит он меня по разным странам. Большой такой зеленый самолет. Большой такой зеленый самолет. Немного мест, где он ни разу не был. Работа никогда не устает. Он так же, как и я, Почти не может жить без неба. Большой такой зеленый самолет. Большой такой зеленый самолет. В Мангкоке, в Хургаде, в Барселоне. Он мощный позитив с тобой несет. И люди улыбаются, увидев на перроне Большой такой зеленый самолет. Все люди улыбаются, увидев на перроне Большой такой зеленый самолет. Большой такой зеленый самолет. Большой такой зеленый самолет Зеленый самолет Большой такой зеленый самолет Большой такой зеленый самолет Спасибо. Друзья поддержки особого благодарности. Сейчас мы с вами. Давайте сделаем перерыв. Буквально минут 15-20. И снова начнем, потому что у нас сегодня время ограничено. После меня звезда выступает. Мне сказали закончить надо в 5 часов. Перерыв.